Ну ладно, это короткое видео, короткое, совсем короткое. Дело в том, что я каждый раз хочу похвалиться, допустим, перед своей дочкой, перед своим сыном, что есть еще порох в пороховницах, так вот, и посылаю видео, которое я делаю. И вдруг мне дочка говорит, что она же психолог профессиональный, она смотрит, она мне говорит, папа, что ты не расскажешь про интересные истории? Ну, я говорю, ну я и рассказываю, она говорит, ну ты больше про космонавтов расскажи, расскажи, сколько людей к нам приезжали на подготовку, как ты их возил в горы, даже показывал, как по горящим углям бегать, и потом объяснял, что это фокусы, как ты стаканы ел, они удивлялись, и ты потом им объяснял механизм, что это фокусы, ну много чего ты показывал, ты же мог это все рассказать, ну, по крайней мере, ты, говорит, расскажи какой-нибудь интересный, смешной, смешной случай. Ну, я думал, думал, я говорю, Шейва, ну, не знаю, какой такой самый смешной случай в моей жизни. И вдруг мне в голову приходит, слушай, был один такой случай смешной. Да, после одного моего доклада там, в каком-то учреждении, по-моему, в Инте, Институт новых технологий и образования в Москве, там какой-то молодой человек был, ну, мой ровесник, я же тоже молодой был, ну, он потом вышел, стоит около окна и говорит кому-то, я подхожу, и как раз он про меня говорит, я слушаю, тоже встал и слушаю, и он говорит, слушай, говорит, я ничего не понял, ну, так интересно. Ну, вот это я и рассказал, сейчас я ее пошлю, пусть посмеется, да. Я Лену пошлю, он тоже профессионал, психолог, пусть оценку даст. Я думаю, им понравится. Так сказал, говорит, я ничего не понял, ну, так интересно.